Знай свой край! В Белгороде подвели итоги творческих конкурсов, проводимых в рамках регионального проекта создания культурно-исторического кластера «Белгородская черта». Торжественное награждение провели в Пушкинской библиотеке-музее. Кристина Страхова продолжит тему. Лучших выбирали по шести направлениям. Помимо написания эссе и сочинений, участники создавали проектные исследовательские работы, рисунки, плакаты, придумывали социальную рекламу и даже разрабатывали туристические маршруты. Эта тема еще не совсем посвящена. И я думаю, что есть еще много неизведанного, загадочного. И все-таки, знаете, многое тянет нас к каким-то ратникам, крепостям и так далее. То есть какая-то сакральность истории. Оргкомитет принимал заявки до середины октября. Всего было подано около 300 работ. Каждый конкурс имел несколько направлений. История возникновения и развития белгородской черты, ее население и культура в 17 веке, роль в освоении края и археологические источники по истории белгородской черты. Участников разных возрастов объединил интерес к истории своего края. Мне нравится рисовать и людей, и дома, и крепости. Поэтому решила поучаствовать. Мы хотели узнать немного побольше о этой теме. И поэтому... Для каждого направления были определены свои критерии оценки. В итоге дипломы первой степени получили 26 участников. Организаторы конкурса – правительство Белгородской области, Шебекинская гимназия-интернат и историческое общество «Ратник». Дело в том, что у нас сегодня история некоторыми такими изучается какими-то яркими пятнами, скажем. То есть мы изучили Великую Отечественную войну, более-менее знаем, да, о том, что происходило, гордимся, помним, Прохоровское поле. И это замечательно. Но не с этого начиналась белгородская земля. Она началась в 43-м, можно сказать, и второе рождение было, безусловно. Но это не самое начало. В рамках награждения был показан отрывок из научно-познавательного фильма «Белгородская черта от Донца Доворского». Кристина Страхова, Андрей Андрейко. К этому часу. Белгород.